Где вы остановились, господин Казанок? В гостинице, Ваша Величество, в ласточкином гнезде. Но мне кажется, что наши гостиницы не так хороши для путешественников, как европейские. Не лучше ли вам было бы остановиться в приватном доме, например, у Антон Карловича? Я буду счастлив поймать в своем доме сеньора Казанок. Благодарю вас, Ваше Величество, за заботу и вас, господин Геннадий, за готовность меня приютить. Там я много путешествую, я привык к различным условиям. Из вашего творения мы читаем гостиницу. Да. Свободному человеку в гостинице намного как в другом. Григорий Григорьевич, улыбнитесь. А то господин Казанова подумает, что вы на него за что-то сервились. А я улыбаюсь, государ. В душе. Улыбка вам к лицу. Ну что ж, господин Казанова, а теперь расскажите о вашей встрече с господином Вольтером. Это один из самых светлых умов Европы. Абсолютно с вами согласен, Ваше Величество, это величайший ум. У меня было несколько встреч с господином Вольтером по вопросам литературы и философии. Вольтер интересовался судьбой моего старинного друга Карбо Гальдони. Карбо Гальдони. Улыбнитесь, что оно здесь, с нашим взглядом, с господином Вольтером разошлись. Видите ли, этот великой муж собирается посвятить всю свою жизнь борьбе с тем, о что человек верует. В борьбе, как он это называется, предрассудками. Правильно дело. И стоит бороться с тем, чего все равно не уничтожить, в этом я пытался убедить великого Вольтера. И что же он? Говорит, что не окончен, то он окончен. Другими, другими. А что он называет предрассудками? Ваше Величество, все, во что человек верит. Вольтер говорит, он слепо, слепо. Слепая вера только мешает нашему развитию в государстве. Петр-то великий был прав, когда расправлялся с попами. С попами да не с верой, Слепая. Ну, предположим, уничтожите вы верой. Уничтожите предрассудки, чем вы их замените. Разумом. Разумом мы их заменим, господин Вольтер. Вольтер тоже говорит разумом, только разум у каждого свой. По какому вы их сходите? Вольтер не раз писал мне в своих письмах, что хочет видеть людей свободными и счастливыми. Кто же этого не хочет? Да, кто же этого не хочет? Только я не думаю, сударь, что вера, такое уж рабство. Было слово для себя.